Урок 6. Спектр вибраций, типы людей, музыка. Теперь для нас очевидно, что всё есть вибрация. Таким образом, через всё существующее приходит нечто такое, что можно назвать гигантской клавиатурой, содержащей все вибрации, какие только могут существовать. Давайте представим себе клавиатуру огромного рояля, простирающейся на много миль. Представим себе, что мы муравьи и можем видеть только несколько нот. Вибрации связаны с разными клавишами рояля. Одна нота или одна клавиша связана с вибрацией, которую мы называем осязанием. Эти вибрации настолько медленны, настолько тверды, что мы скорее осязаем их, чем слышим или видим. Следующая нота – это звук. Эта нота связана с вибрацией, воздействующей на механизм нашего уха. Мы не ощущаем её пальцами, но наше ухо говорит нам, что есть звук. Мы не можем слышать те вибрации, которые осязаем, и не можем осязать те, которые слышим. Итак, мы рассмотрели две клавиши нашей клавиатуры. Дальше идёт зрение. Здесь мы имеем дело с вибрацией настолько высокой частоты, настолько быстрой, что не можем её ни осязать, ни слышать, однако она воздействует на наши глаза, и мы называем это зрением. Разобрав эти три ноты, перейдём к следующей, которая связана с частотой или полосой частот, которую мы называем радиоволнами. Ещё выше, и мы получим телепатию и основидение, и родственные им проявления силы. Но все они лежат на той же гигантской шкале частот. Человек может воспринимать только очень ограниченную её часть. Заметим, что цвет и звук очень связаны. Мы можем сказать, глядя на цвет, что ему соответствует определённая музыкальная нота. Созданы инструменты, которые издают звук определённой высоты. Если перед приёмным экраном поместить соответствующий цвет. Если вам трудно это понять, рассмотрим следующие радиоволны. Музыка, речь и даже картина окружают нас всегда. Они с нами дома, всегда и везде. Просто так мы не видим радиоволны. Но с помощью специального прибора, называемого радиоприёмником, который замедляет волны или, если угодно, преобразует радиочастоты в звуковые, мы можем слушать радио или смотреть телепрограмму. С одинаковым успехом мы можем рассмотреть звук и сказать, что ему соответствует определённая музыкальная нота. Всё это, конечно, хорошо известно и на Востоке. Мы считаем, что степень восприятия искусства, к примеру, очень повышается, если вы, глядя на картину, можете себе представить аккорды, которые создают эти цвета, если их превратить в музыку. Все, конечно, знают, что Марс называют красной планетой. Марс действительно имеет красный цвет, причём определённого оттенка, основной красный, которому соответствует нота До. Оранжевый, который является оттенком красного, соответствует ноте Ре. Некоторые религии считают оранжевый цвет солнца, в то время как другие считают цветом солнца голубой. Мы считаем оранжевый цвет солнца. Жёлтый связан с Ми, управляет ими планета Меркурий. Всё это, конечно, уходит корнями в восточную мифологию. У греков боги разъезжали по небу в огненных колесницах, а восточные народы в своих мифах и легендах связывали планеты с цветами и говорили, что такому цвету соответствует такая-то планета. Зелёные соответствуют ноте Фа, это цвет роста. Установлено, что музыкой может стимулировать рост растений. Мы сами не проводили таких экспериментов, но имеем информацию из абсолютно надёжных источников. Зелёный контролируется планетой Сатурн. Интересно отметить, что древние видели соответствующие цвета, когда концентрировались во время медитации на определённой планете. Многие древние медитировали высоко в горах, в Гималаях, например. А когда вы находитесь на высоте около 15 тысяч фунтов над поверхностью моря и большая часть воздуха лежит ниже вас, планеты виднее более ясно, восприятие более отчётливое. Таким образом, мифы древних положили основу нашим знаниям в цветах планет. Голубой связан с соль. Как мы уже упоминали, некоторые религии считают, что голубым цветом управляет планета Юпитер. Индиго – это ля. В музыке, как считают на Востоке, им управляет Венера. Венера в удачном аспекте, то есть когда она благопривятствует человеку, даёт аристокритические способности и чистоту мыслей. Она создаёт самый лучший тип характера. И только для людей с очень низкими вибрациями Венера неблагоприятна и приводит к различным эксцессам. Фиолетовый связан с нотой Си и управляется Луной. И здесь, если человек имеет высокий уровень вибрации, Луна или фиолетовый цвет даёт ясность мыслей, спиритуальность и управляемое воображение. Но при низком уровне вибрации получится человек с умственным расстройством или лунатик. Ауру окружает ауристическая оболочка, которая полностью включает в себя человеческое тело, эфирное тело и саму ауру, как если бы всё пространство, в центре которого находится тело человека, затем его эфирное тело и далее ауру, поместили в своеобразную сумку. Или представьте себе обыкновенное куриное яйцо. Внутри него находится желток, то есть физическое тело. Далее белок, который мы уподобим эфирному телу и ауре. Между белком и скорлупой имеется везде тоненькая плёнка. Когда вы сварите яйцо и захотите очистить его от скорлупы, вы легко можете обнаружить такую плёнку. Человек окружён чем-то подобным такой же плёнке. Она абсолютно прозрачна. По действенным завихрениям импульсов ауры она приходит в движение. Однако, когда стремится сохранить свою яйцеобразную форму, подобно тому, как воздушный шар всегда сохраняет форму, пока давление изнутри больше давления снаружи, чтобы дать ещё более полную картину, представьте тело, эфирное тело и ауру, заключённые в очень тонкий и целлофановый пакет овальной формы. Когда человек мыслит, мысли выходят из мозга, проходя сквозь эфирное тело и ауру, и доходят до ауристической оболочки. Здесь на её внешней поверхности образуются рисунки мыслей. Обратимся ещё раз для сравнения к радио и телевидению. В стеклянной трубе находится электронная пушка, которая стреляет быстрыми электронами по люминесцитному экрану, той части телевизора, на которую вы смотрите. Когда электроны достигают специального покрытия на внутренней стороне трубки, она начинает светиться. Время свечения таково, что человек в силу инертности зрения видит непрерывные картины. Точно так же мысли выходят из мозга и достигают оболочки, покрывающейся ару. Здесь не образуют картины, которые сподобен увидеть ясновидящий. Оказывается, можно видеть не только нынешние мысли, но и те, которые были спроецированы на этот экран раньше. Адепту ничего не стоит взглянуть на человеку и сказать, что он делал в течение предыдущих двух или трех жизней. Для новичка это может звучать фантастическим, но тем не менее это так. Вещество неразрушимо. Все, что существовало, существует до сих пор. Как уже говорилось, человек находится в центре яйцеобразной оболочки, в центре ауры. Это обычно для нормального человека, для большинства людей, для вменяемых и здоровых людей. Но когда у человека умственное расстройство, его центральное положение внутри оболочки может быть нарушено. Многие говорят, я сегодня не в себе. Это может быть буквально так, как в том случае, если человек расположился под углом к оси своей овальной оболочки. Люди, страдающие раздвоению, обычно не уравновешены. У одних половина ауры может быть одного цвета, а другая другого. Они могут, если раздвоенность очень сильная, иметь ауру не яйцеобразной формы, а как бы состоящую из двух яиц, расположенных под углом друг к другу. Умственные расстройства не так легко излечиваются. Шоковый метод лечения очень опасен, потому что он может вывести астральное тело. Мы поговорим об этом позже из физического. Иногда случается, что при помощи шокового лечения или случайного шока удается совместить эти две оболочки. Часто такой шок даже сжигает следы расстройства в мозгу. Мы рождаемся с определенными потенциальными возможностями, определенными пределами, которые показывают цвета нашей ауры, наш уровень вибраций и так далее. Человек, имеющий определенное твердое намерение улучшить свою ауру, может это сделать. К сожалению, гораздо легче ее ухудшить. Рассмотрим один пример. Сократ знал, что сможет стать настоящим убийцей. Однако он не принял такой судьбы. Он сделал все, чтобы иначе пройти свой жизненный путь. Вместо того, чтобы стать убийцей, Сократ сделался самым умным человеком своего времени. Все мы можем, если захотим, поднять наши мысли на более высокий уровень и тем самым помочь нашей ауре. Человек с грязно-коричневым оттенком в ауре, свидетельствующим о повышенной сексуальности, может повысить степень вибраций, сдерживая свои сексуальные желания и стать человеком, который способен быть лидером и сам выбирать свой путь в жизнь. Аура исчезает вскоре после смерти, но эфирное тело может оставаться вокруг физического еще довольно долго. Это зависит от состояния здоровья его покойного владельца. Эфирное тело может стать бессмысленным духом, который будет посещать свои прежние пристанища. Многие люди в сельской местности видели голубоватое свечение над свежими могилами. Оно особенно заметно ночью. Это, конечно, не что иное, как эфирное тело, покидающее тело физическое. Низкие вибрации в ауре дают тосклые и грязные цвета, которые вскоре вызывают отвращение. Чем выше уровень вибраций, тем чище и ярче становятся цвета. Они сверкают не показным кричащим блеском. Это высший духовный блеск. Можно сказать, что чистые цвета изысканы, в то время как грязные, безвкусные. Хорошие цвета придают блеск нашей ауре. Плохие цвета вызывают у нас точку, тоскую или черную меланхолию. Именно хорошие дела, помощь ближним, например, позволяет нам видеть мир через розовые очки. Нужно все время понимать, что цвета – это основной показатель потенциальной возможности человека. Цвета, конечно, изменяются в зависимости от настроения, но основные цвета могут измениться только в том случае, если человек улучшит или ухудшит свой характер. Вы можете понять это как базисные цвета остаются одними и теми же, а сопровождающие цвета изменяются в зависимости от настроения. Когда вы смотрите на ауру человека, вы должны задать себе следующие вопросы. Какой у него основной цвет? Чистый он или мутный? Насколько ясно можно видеть сквозь него? Проходит он через всю ауру или сосредоточен только в определенных местах? Имеет он постоянную форму или флуктирует, имея разные пики и спады? Следует также отметить, что вы не должны относиться к человеку предзята, ибо очень легко, глядя на ауру, сказать, что она имеет грязный оттенок, когда, как в действительности, его и близко нет в ауре испытываемого. Думаю, это могут быть ваши собственные плохие мысли об этом человеке, ибо помните, что, глядя на ауру другого человека, вы сначала смотрите сквозь свою. Существует связь между музыкальными и ментальными ритмами. Человеческий мозг – это масса вибраций с электрическими импульсами, исходящими из каждой его части. Человек издает музыкальные ноты, зависящие от степени его вибраций. Когда вы стоите около улья и слушаете гудение пчелиного роя, может быть, какие-нибудь существа точно так же слышат гудение человеческого роя. Каждый человек имеет свой базисный звук, который он постоянно издает, так же, как и телеграфный провод на ветру. Популярная музыка – это такая музыка, которая находится в согласии с базовыми звуками большинства. Существуют навязчивые мелодии, которые все напевают и насвистывают. Люди говорят, что такая-то мелодия постоянно звучит в мозгу. Навязчивые мелодии – это такие мелодии, которые зацикливают волны человеческого мозга на некоторое время, пока их энергия не иссякнет. Утонченные и постоянные натуры любят классическую музыку. Эта музыка улучшает собственные колебания слушателей. Когда вожди хотят повести за собой людей, они приказывают композиторам создавать специальную музыку, национальные гимны. Когда человек слышит национальный гимн, его охватывают определенные эмоции. Ему хочется встать и думать о благе своей страны или о завоевании других стран. И это только потому, что вибрации, которые мы называем звуком, заставляют наши умственные вибрации реагировать определенным образом. Следовательно, можно влиять на мысли человека при помощи музыки. Серьезные люди, которые имеют пики и глубокие спады в своих мозговых волнах, любят и музыку такого же типа с пиками и спадами. Но легкомысленные люди предпочитают легкомысленную музыку, шумную, эстрадную, которая более-менее отвечает их образу мыслей. Многие великие музыканты сознательно или несознательно совершают астральные путешествия и после смерти переходят в высшие миры. Они слышат музыку сфер. Поскольку они музыканты, музыка производит на них наиболее сильное действие. Она остается у них в памяти. И когда они возвращаются на Землю, они немедленно оказываются в состоянии вдохновения. Они бросаются к музыкальному инструменту или нотной бумаге, записывают, как запомнили музыку, которую они слышали в астрале, а потом говорят, не помнят ничего о своем путешествии, что они создали такое-то произведение. Дьявольская система телерекламы, когда рекламные изображения проходят на телеэкране так быстро, что мы не успеваем их воспринимать, воздействуют прямо на наше подсознание. Из подсознания, которое оставляет 9-10 всего нашего разума, сигнал идет в наше сознание. И мы поступаем так, как нас призывает поступать реклама. Даже если мы не хотим этого сознательно, бессовестные люди, не заботящиеся на самом деле о благе народа, могут воздействовать на людей таким вот способом и вызвать у них реакцию, которая им нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова